Я приветствую наших телезрителей и радиослушателей. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нам, задать свои вопросы. По номерам телефонов 320066, 321166, они у вас на экране. Сегодня мы говорим о работе 9-го съезда коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока, делегатом которого была наш первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Любовь Викторовна Христофорова. Любовь Викторовна, в первой части мы остановились на очень интересном моменте, когда по Федеральному агентству рыболовства на съезде, на форуме пообещали беззаявительное традиционное рыболовство в Российской Федерации. На самом деле же такого и не может быть, и не будет, поскольку все уже принято, я так поняла, и это просто какой-то дешевый популизм, не знаю. Но хочется верить в то, что вот последний семинар, проведенный в Приморье, значит, там сформирована рабочая группа, и, возможно, какое-то вот все равно движение в сторону того, чтобы коренные малочисленные народы могли рыбачить для пропитания естественным образом, как они все века рыбачили, это будет разрешено в какой-то мере. Хотя выделенные участки для рыбалки, традиционной рыбалки, как она вот прописана в законе, очень отдаленные участки. Самые неудобные, самые... Доехать, это бензин, это техника. А у нас же, как рыболовство, это же для того, чтобы прожить на пропитание. Вот я вообще не представляю, как вот для того, чтобы просто пойти на речку, поймать рыбу, надо написать заявление, соответствующий орган сходить, а не все отдаленные населенные пункты, иметь такую возможность... Заверять документы нотариальные, это качать деньги. При этом представить документы на тех, кого ты этой рыбой еще хочешь накормить, включая детей, внуков, престарелых родителей. Все их документы скопировать, заверить соответствующим образом. Это просто... Ну, я не знаю, но... В Российской Федерации начала работу такая вот компания, скажем, что ли, да, больше подойдет, по составлению списка лиц, относящихся к коренным младшим народам Севера. Ну, мы его условно называем реестр. Вот, когда задумали этот реестр, его ввели в закон о гарантиях прав коренных младшим народам Севера, отдельным законом 7.1. И, значит, они говорили, вот, никаких дополнительных справок не надо будет. Вот инспектор имеет вот этот реестр, все открыл, да, вы там, ваши дети там, все, никаких вопросов. Но сегодня получается, наоборот, вот этот закон... Статья 7.1, которая вошла в новую, она является для этих федеральных структур основанием для требования вот этого списка, который мы готовим для вхождения в общероссийский список коренных. Вообще, что какая-то нелепица, но я надеюсь, что Григорий Петрович Литков, это президент Ассоциации, все-таки является сенатором. Ну, наверняка они смогут это как-то переломить, пока идет вот работа по составлению этого общего реестра, да, и надеемся, что этих излишних требований уже не будет. Да, при этом, учитывая, что традиционная рыбалка, как она официально называется, это же не в промышленных масштабах. Люди берут-то понемногу. Там прямо в разрешении, которое она выдает государство, прописывается количество хвостов такого вида, такого вида, три штуки такого, пять штук такого, десять такой рыбы. Представляете, вот прямо прописано, и не больше. Если ты, вот хоть у тебя в сеть попадет не 10, а 11, 12 рыб, ты уже браконьер, ты уже нарушитель закона, которого будет преследовать государство. Были такие дела, да, у нас? Да, у нас были такие дела резонансные, очень такие. Но все пока вот по этим крупным, таким делам громким, более-менее благополучно, скажем так, не считая нервных клеток и здоровья наших рыбаков. Да, я представляю, если семья многодетная, три хвостика, мне кажется, даже на закуску не хватит. Но они три это умножают на тех, чьи документы правильно будут представлены в заявлении. А эти документы я не подала, да? Да, все, вы не имеете права рыбачить. Пример Магаданской области. Магаданские, у них тоже большие проблемы состояли с оформлением заявлений, вот этих по срокам. Они же очень сильно работали по этому направлению, везде, всюду. И, по-моему, губернатор пошел навстречу, да? Ну, в общем-то, да, правительство Магаданской области. Но мы же говорим о том, что традиционные виды хозяйственной деятельности, охота, рыболовство, они регулируются федеральными законами. А как вот пропишется, вот, допустим, приказ Минсельхоза вышел, о том, что охотиться на северное дикое оленя надо до 31 января. Все. Это самые холодные декабрь, январь месяцы, а все наши охотники выходят, когда уже солнце начинает просвечиваться. В феврале, в марте. Всегда было до 15 марта. Нет, они взяли в Москве и запретили все. И теперь наши все связанные инспекторы, сейчас должны их ловить, вот вынуждены, да, идти на это, потому что они исполняют федеральные нормативные акты. Регулируется это все федеральными нормативными актами. Любовь Викторовна, вы как опытный юрист с большим стажем, с опытом работы, как вы на эти казусы смотрите? Почему такое появляется? Это проявляется, мне кажется, от того, что нет достаточной работы федеральных структур с представителями коренных народов Севера. Они практически не слушают. Вот когда этот приказ, вот я по охоте, да, готовился, проект приказа согласовывался в нашей минокологии республиканской. Заключение от республики ушло отрицательное, там с обоснованиями, со всеми. Мы все, вот и наши ассоциации, семинартики все в этом участвовали, мы все в курсе. Но вышло так, как вышло. Мы имеем то, что сделала Москва. Да, то же самое по охоте с соглашением. Слава Богу, вот по охоте с соглашением все равно есть какое-то. Когда по охоте с соглашением пошел большой резонанс о том, что необходимо до 1 апреля заплатить и заключить охоте с соглашением, да, у людей же нет таких денег. У нас республика огромная, выделенные ранее в восьмом-девятом годах охоту годия на одну общину, на одну семью считай, да, они могут быть 700 гектаров, да, там, миллион гектаров. Это получается, человек должен заплатить 700 тысяч, еще при том, что у нас в республике божеские цены по сравнению с другими регионами. У нас 1 рубль, а в Красноярском 5 рублей, например, да, и в Амурской области. То есть вот это и было поставлено, такие рамки, да. И при этом условие, если вы не заключили охот польское соглашение, вы не получаете квоты. А что значит не получение квот для наших охотников, живущих на севере? Это значит нечем питаться? Нищета, смерть. Да, да. Голодное существование. И тут они пошли навстречу. Да, мы вот буквально на съезде узнали, что Минприродных ресурсов Российской Федерации, они, значит, разрешили тем, кто не успел заключить охот польское соглашение, во-первых, немножко там продлили срок, а во-вторых, самое главное, что они квоты получат в этом году. Вне зависимости от того, что они... А теперь у нас вопрос, так спешно это все было, что некоторые в попыхах, как говорится, позанимали средства, кредиты взяли для того, чтобы покрыть и оплатить это охот польское соглашение. А как быть с ними? Кто им вернет эти деньги? Да, кто им вернет эти деньги? Это же деньги в долгу. Это же не из кармана вынутые большие суммы. По 500-700 тысяч рублей. Вот так что одно, вроде бы хорошо, но все равно последствия такие вот остаются. Но мы надеемся, что у нас вот было поручение главы республики в части вот этих рассмотреть правительство. Ну и благодаря Лене Христофоровне, общественникам... Да, у нас есть такой депутат Лены Христофоровны, которая очень активна. Я просто поражаюсь, потому что есть депутаты ЗАГС Собраний, своих регионов, да, но они не так активно участвуют во всех проектах федеральных законов и нормативных актов. Только наша Голомарева ездит в Москву на все эти вопросы, которые рассматриваются в Госдуме, касающиеся прав коренных народов. Через душу все пропускают. Мне хорошо, что наши общественники очень активно тоже принимают участие и общину, писали письма и свои вот заявки. Все вот юристы, ассоциации очень активно, тесно работают, и это дает результаты определенные. Любовь Христофоровна. Виктор. Любовь Викторовна, извините. Как на съезде себя чувствовали делегаты? Насколько они свободно говорили, насколько свободно выражали свои мысли, и все ли заявленное попадет потом в окончательный вариант документа съезда? В общем-то, лично мое мнение, что президент нашей ассоциации Григорий Петрович Литков человек довольно-таки открытый и простой. Он не построил вокруг себя такой ореол неприступного человека, важного. Хотя он был депутатом Госдумы, сегодня является сенатором, возглавляет крупные общественные организации Российской Федерации. И, в общем-то, его манера ведения располагала к тому, что все делегаты открыто выступали. Разные были выступления из других регионов тоже. Больных тем у людей очень много на местах. И, в принципе, вот все постарались, кто у кого были свои темы, которые он хотел осветить, они все получили, услышаны были. И вот мы в редакционной комиссии, меня включили в редакционную комиссию съезда, значит, мы должны вот все, что мы слышали, все, что поступило, все это включить в резолюцию. То есть все вопросы, все заявки будут. Очень хорошо работает молодежный совет большой ассоциации. И надо отметить, что наша молодежь тоже очень активна и была представлена неплохо на этом съезде. Сегодня дети наши работают самостоятельно. И молодежь уже сами как личности выросли. И даже можно, видя их работу, их движение, разговор, уже понять, что растут лидеры будущие нашего общественного движения. Да, это очень здорово. И надо сказать, что вот я когда работала в департаменте по делам народов, у нас в одну весну пришли дети-студенты. Все были КМНС, которые хотели пройти практику. Мы на них так посмотрели, с Леной Степановной. Ой, давайте, давайте. И прямо там же почти родилась идея. Лена Степановна, давай это все организовывать. Мы создали молодежное крыло нашей ассоциации, актив. И вот эти же дети, собственно, которых я тогда в первый раз увидела, они сегодня и являются костяком этой организации молодежной. И мы вот на днях, у них будет школа лидера, которую они сами пытаются провести. Да, молодцы. Мы только вот за то, чтобы они работали. Во всем стараемся поддерживать их. Спасибо большое. Я так понимаю, мы, видимо, ходим на очередную рекламную паузу короткую и встретимся после нее. Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Геван». Мы работаем в прямом эфире. С вами я, редактор Наталья Сметанина, режиссер прямого эфира Екатерина Голикова, Николай Слепцов. И мы говорим о девятом съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, о втором форуме КМНС, который прошел в начале апреля в городе Салихарт, Ямало-Ненецкого автономного округа. И сегодня на студии вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Любовь Викторовна Христофорова. Любовь Викторовна, в предыдущей части нашей мы говорили о молодежном движении, о молодежном крыле нашей ассоциации, о том, что ребята стали очень активные. У нас есть звонок. Алло. Алло. Алло, видимо, проблема со связью, но вопрос понятный. В Верхоянском районе по трассе бегают белые медведи. Да, я думаю, что эта информация уже дошла до Министерства экологии и природопользования нашей республики. И соответствующие органы уже, наверное, отреагировали. Да. Да, это было видео, мы все видели в сетях. Какая угроза для жизни и для людей, которые здесь. Возможно, он нездоровый, если он зашел так далеко. Да. Рядом моря нету. Горы залез. Любовь Викторовна, наша молодежь, продолжение темы, если говорить о молодежи, стала очень активной, такой прогрессивной. Они принимают участие во всех форумах, мероприятиях, говорят уже открыто о своих вот делах. И даже тот пример, который вы рассказывали, ежегодные вот молодежные сугланы, которые проводятся с участием. Жалко, в прошлом году он был просто в онлайн формате, но, тем не менее, тоже очень хорошо прошел. Маут брошенный. Будущее. Будущее, ага. Даже название такое красивое. А сегодня ребята готовят тоже форум свой молодежный, да? У нас запланировано 27-30-го, но вот сама молодежь проводит школа молодого лидера. Очень хорошо. Да, все так хорошо готовились, все это. Но, опять-таки, вот новые мероприятия, буквально вот объявленные на днях ограничения. У нас 27-28-го планировался Дом Международов имени Кулаковского. К сожалению, они сегодня, вчера, вот вечером сказали, что мероприятия отменяются все. Мы срочно написали письмо в оперштаб. Надеемся, что нам в какой-то форме разрешат все равно проведение этого мероприятия. Там охват не такой большой, нельзя сказать, что там много очень народу соберется. Но мы надеемся, что это все будет очень хорошо пройдено. И вот действительно наша молодежь, она нас очень радует. У нас очень активная молодежь. Я вот говорила, у нас на съезде было пять именно членов Молсовета Республики. Кроме этого, там два наших активных члена в составе аппарата Ассоциации Российской Федерации работают. И поэтому вот чувствовалось, что команда такая мобильная, динамичная. В духе своего времени ребята живут. Они так интересные уже видео потом выкладывают у себя в соцсетях, в Инстаграме. Я за ними слежу. Все очень живо. Да. Любовь Викторовна, вернемся к съезду нашему. Это замечательное событие для всех коренных, представителей коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это возможность пообщаться не только на официальных мероприятиях, но и в кулуарах, в домашней обстановке. Посмотреть, как живут ямальцы, так как проходят уже последние три или четыре года. Четыре съезда прошли в Салихарде. И всегда очень интересны бывают выборы президента. А какие они были в этом году? Альтернативные или народ уже выбрал себе лидера и все верят своему лидеру? Да, в целом. 6 апреля у нас был сам день съезда. Все, как положено, было зарегистрировано. Все делегаты присутствовали и участвовали в голосованиях. Процедура выборов прошла без особых волнений, без особых интриг. Потому что Григорий Петрович Литков проработал уже два созыва руководителем два срока нашей ассоциации. И побывав во всех регионах, показал себя с хорошей стороны. Его очень уважают, действительно верят ему. Действительно на то, что он письма, жалобы, заявления старается не оставлять без внимания. Обязательно на них реагируют. Ну, конечно, альтернатива была. Был выставлен кандидат из ХМАО, Ханты-Массийско-Автономного города. Тоже такой сильный регион в части защиты прав коренных народов Севера. Но большинством голосов уверенную победу одержал Григорий Петрович Литков. И сегодня вот он еще один срок до следующего съезда будет руководить нашей ассоциацией. Кроме этого, у нас избран координационный совет Ассоциации коренных мастеров Севера. От республики туда вошел Андрей Васильевич Кривошапкин, президент наш. Ну, там так, что вот от каждой региональной ассоциации руководитель является членом курсовета. У нас звонок. Алло. Алло, говорите. Да-да, говорите. Добрый день. Как вам удобно? Да-да, говорите. Да-да, говорите. Да-да, говорите. Да-да, говорите. Да-да, говорите. Спасибо. 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 Мы знаем, что наши общины, они являются некоммерческими организациями. И этот вопрос был не единожды поднят в том числе нашей делегации на 9-м съезде Ассоциации, про которую мы говорим, да, о том, чтобы приравнять, вот придать статус сельхозтоваропроизводителя нашим общинам коренных народов Севера. В таком случае они могут участвовать в том числе вот в этих грантовых конкурсах по линии Министерства сельского хозяйства. На сегодня, не имея статуса сельхозтоваропроизводителя, будучи некоммерческой только организацией, она не может претендовать на такие грантовые поддержки. Надо быть сельхозтоваропроизводителем. А в случае, если община станет сельхозтоваропотребителем, производителем, налоговые льготы будут на них распространяться? Это опять очень-то посерьезно. Если это нужно ввести в федеральные законы изменения, законы Российского хозяйства, налоговый кодекс Российской Федерации о том, чтобы общины коренных мышц народов Севера Российской Федерации получили статус сельхозтоваропроизводителя. В этом случае, конечно, они могут рассчитывать на единый сельхозналог, а другое льготное налогообложение, либо вообще нулевые налоги по некоторым видам, это уже отдельные нужные изменения вносить в налоговый кодекс. Это все федеральное законодательство. А двигать его из-за... Мы же очень маленькое количество населения занимаем, коренные народы Севера, вообще по Российской Федерации. И поэтому из-за этого вот такие крупные законы, как налоговый кодекс и так далее, очень сложно повлиять на изменения. Но резон есть, действительно, мы над этим работаем. Этот вопрос у нас, ассоциация, поднимается не раз. То есть наши арктические районы так и будут обделены участием в грантовой политике? Или есть еще какие-то определенные гранты, программы, куда они могут как... У нас есть сельхозкооперативы-общины. Это наши коренные народы Севера, которые другую форму правовую выбрали, и они могут претендовать на все эти поддержки по линиям сельхоза. То есть дело только за формой... Да, формой. Правовой формой организации, предприятия. Ясненько. Но в основном наши некоммерческие родовые сельхозаоперативные общины, поэтому они попадают... Да, поэтому они не могут. Но мы надеемся на то, что в будущем федеральные законы будут вносить изменения, потому что это проблема не только нашего региона. Да, было бы хорошо, если бы это было быстро. Спасибо, Любовь Викторовна, за интересный рассказ. Мы следили за съездом и рады, что очень продуктивно, плодотворно отработала наша делегация. Спасибо. Уважаемые радиослушатели и телезрители, мы прощаемся с вами до следующего четверга. До свидания. Ай-макай. Субтитры создавал DimaTorzok